Как отказаться от сладкого? Отказываться от сладкого не нужно, потому что нужно заменять плохое сладкое на хорошее сладкое, вредное сладкое на полезное сладкое, потому что, поверьте, нету таких людей, которые на генетическом уровне склонны любить тортики или склонны любить селедку. Вот на генетическом уровне мне от природы дано любить селедку. Конечно, есть вкусовые предпочтения, скорее даже это вкусовые привычки, но на физиологическом уровне, поверьте, у нас всех одинаковые потребности в микро- и макронутриентах, одинаковые, мы все одинаково нуждаемся в сбалансированном питании, в определенном количестве жиров, белков, углеводов, витаминов, минералов, клетчатки, воды, пребиотиков, ферментов. И поэтому не бывает такого, что у одного человека дикая страсть к сладкому, привычка, да, привычка бывает, это другой разговор, это уже сила воли, а именно на физиологическом уровне, то есть я сейчас в контексте рассматриваю этот вопрос, когда действительно неудержимо, у тебя вот просто сносит голову, ты хочешь сладкое. Я знаю, что это такое, многие, хотя тренера мужчины, осуждают там девушек, которые во время родов разъедаются, они говорят, ну как это так, просто не жри, все, они не понимают, что такое гормональный сбой, они в принципе не понимают. И я как девушка, я проходила, во-первых, да, такой вот гормональный сбой после первых соревнований, когда я просто готова была съесть все, что не приколочено, просто все. И при этом я вообще не наедалась, у меня не приходило импульса насыщения, это было из-за очень жесткой безуглеводки, абсолютно тотально, я сидела только на… Ну, в тот период не было никакой информации в принципе о сушках, и вся информация черпалась из бодибилдинга, ей не откуда было прийти, собственно, на тот момент был там женский бодифитнес и мужской бодибилдинг. И в общем мы все по той же жести, я точнее, проходила этот опыт, сушилась очень жестко, после чего меня, конечно, накрывало, и я знаю, что такое, но опять-таки любая девочка, наверное, в ПМС понимает, когда гормоны бушуют против них, с ними очень тяжело бороться. Так вот такая ситуация, такие ситуации бывают у девочек не в ПМС, не после соревнований, а просто из-за неправильного питания. Действительно так случается, когда из-за того, что у вас просто нарушен баланс всех этих микро- и макронутриентов, из-за того, что вам не хватает фруктозы, глюкозы, естественно, вас будет тянуть на сладкое, вас будет тянуть на быстрые углеводы. Просто замените сладости вредные сладостями полезными, ешьте фрукты без проблем, ешьте ягоды, просто постарайтесь есть разнообразно для того, чтобы, естественно, вы не будете высчитывать, сколько витаминов вы каждый раз потребляете, но для того, чтобы этот баланс соблюдать, просто ешьте максимально разнообразно. И не ведрами, как мы любим, да, сезон абрикосов, сяду я ведро наяривать. Нет, съешьте сегодня два абрикосика и там чашечку черешни. Естественно, лучше есть сезонные фрукты, цитрусовые, пожалуйста, съешьте сегодня один апельсин и один банан, завтра там пару яблок и грушу, и так далее. И так вы будете постоянно насыщать себя фруктозой, будете насыщать себя глюкозой. И поверьте, на физиологическом уровне через время у вас зависимость пропадет от сладкого. Это 100%, это проверено на себе. Заменяешь правильными углеводами, тянуть перестает. Перестает тянуть на сладкое, на мучное. Для того, чтобы еще на мучное не тянуло, обязательно ешьте каши, даже если вы их не любите. Я тоже не люблю крупы, я не очень люблю каши, но я их ем не удовольствие ради, польза для. Я их ем, потому что надо, я понимаю, что организм истоскуется по углеводам и начнет рубить панику и кричать о том, что дай мне углеводов. А мучное и каши – это те же самые углеводы, просто одни из них уже переработаны, а другие не переработаны, сложные. Соответственно, для одних вам не нужно стараться, вашему организму не нужно работать, он тут же делает огромный выброс глюкозы в кровь, и ее тут же надо потратить. Либо она тут же вся инсулинчиком будет транспортирована в жиры. Поэтому лучше есть, конечно же, сложные углеводы, на которые организм тратит усилия, чтобы их усвоить. То есть постепенно высвобождаю энергию, и вы будете себя чувствовать и сытым, и бодрым, и никакой непреодолимой тяги к сладкому вы испытывать не будете.